Приветствую всех дорогие друзья. На связи как всегда недомайнер и моя скромная таверна. Уже на следующей неделе нас ждет очень большая волна новостей о новых процессорах AMD. Ну а эта неделя завершается не самыми радужными новостями от зеленого чипмейкера. Видеокарты RTX 3070, которые обязаны стать народным среднячком, все таки решили перенести. Ну а AMD продолжает подогревать интерес к презентации, сливая тесты своих процессоров Ryzen 5000. Ну а перед тем как мы перейдем к новостям из мира IT, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А я хочу начать с новости о Windows 10, которая научилась следить за SSD. В новой сборке 20266 тестовой версии Windows 10 Insider Preview была добавлена функция мониторинга за твердотельными накопителями, отслеживающая состояние SSD и предупреждающая пользователей в случае проблем. В описании говорится, что функция выдаст предупреждение, если срок службы накопителя подходит к концу. Дополнительно система сообщит пользователям о необходимости резервного копирования данных в опасной ситуации. В настоящее время новая функция мониторинга ограничена NVMe накопителями с интерфейсом PCI-Express и не будет работать SATA SSD, по крайней мере на данном этапе тестирования. Самостоятельно посмотреть состояние, расчетный срок службы и рабочую температуру можно будет в диалоговом окне конкретного диска. А Nvidia все еще не может решить проблемы с доступностью видеокарты GeForce RTX 3080, официальный выход которой состоялся полмесяца назад. В зеленом лагере не хотят, чтобы история повторилась при релизе GeForce RTX 3070. Поэтому старт продаж новинки было решено перенести на две недели, а если быть точным, то на 29 октября. Но стоит отметить, что за день до выхода RTX 3070 состоится официальный анонс видеокарт Radeon RX 6000. Вполне возможно, что Nvidia таким образом решила отвлечь внимание от презентации конкурента волной обзоров своей RTX 3070. Как бы там ни было, конец октября обещает быть достаточно жарким. Однако кроме этого, в блоге Nvidia был опубликован и первый график с результатами тестов грядущей новинки в играх и синтетических бенчмарках. Эксперты портала VideoCards внимательно изучили данный график и пришли к выводу, что прирост производительности RTX 3070 по сравнению с RTX 2070 составит от 47 до 63 процентов в игровых нагрузках и от 53 до 126 процентов в бенчмарках. Если же сравнивать карту с RTX 2080 Ti, то она предложит в среднем около 8 процентов прироста. Хотя в некоторых сценариях, например в Borderlands, она показывает себя хуже. Тесты проводились в разрешении 1440p, включенной технологией трассировки лучей. Но так это или нет мы сможем узнать уже в конце текущего месяца, когда карты поступят в продажу и в сети появится множество тестов. А тем временем стало известно, что графические процессоры Nvidia Ampere скоро появятся и в игровых ноутбуках. Линейку мобильных видеоадаптеров RTX 3000 откроет как раз таки модель RTX 3070, в основу которой ляжет кристалл GA104. Квалификационный образец 3D ускорителя уже позируют на слитом снимке, однако конфигурация GPU пока что не раскрывается. Но можно уверенно сказать, что ему точно порежут ЭДП, так как 200 Ватт для ноутбуков будет шоковым значением. А если говорить о сроках выхода мобильных видеокарт RTX 3000, то они появятся в составе конечных устройств только в следующем году. Официальная презентация 3D ускорителей Nvidia Ampere для игровых ноутбуков должна состояться на январьской выставке CES 2021. Ну и как и ожидалось, в этом месяце Nvidia вместе с партнерами выведет на рынок не только RTX 3070, но и более доступную RTX 3060 Ti. Компания Gigabyte Technology уже начала готовиться к предстоящему релизу. Зарегистрировав в онлайн базе Евразийской экономической комиссии несколько модификаций новой видеокарты. Линейка видеокарт Gigabyte RTX 3060 Ti будет включать как минимум четыре модели Aorus Master, Gaming, Eagle и Eagle OC. Конструкцию системы охлаждения и печатной платы вышеперечисленные новинки скорее всего унаследуют от аналогичных модификаций RTX 3070. А главное отличие между этими адаптерами сводится к урезанному ядру Nvidia GA104 и как следствие сниженному до 180 Вт показателю потребления. Ну а новый коннектор Nvidia, который используется в рефах, на днях подверг стресс-тесту один блогер. В его распоряжении оказался кабель Molex Microfit 3.0 от Seasonic. Его и было решено проверить на специальном стенде. Суммарная сила тока в цепи составила 63 Ампера, а мощность подающаяся через 12 контактный разъем достигла 750 Вт. Но нагрев разъема был устрашающим, температура проводов вблизи достигла 140 градусов, а в зоне соединения температуры превышали 200 градусов. При этом за время тестирования провода сам разъем не сгорел и даже не подавал намеков на плавление, что однозначно говорит о качестве сессоника и конечно же об актуальности такого провода для подключения очень прожорливых видеокарт. Ну а майнеры как всегда все раскупили. Уже далеко не секрет, что видеокарт RTX 3080 попросту нет. Одна из версий такой ситуации недостаточный объем поставок. Но по другому мнению во всем виноваты майнеры. Еще до старта продаж в сети появилась информация о производительности видеокарт в майнинге криптовалют. Первые модели RTX 3080 также появились в базе данных в крупнейших майнинг площадках задолго до того, как видеокарты оказались на полках магазинов. Однако многие отрицали заинтересованность майнеров в новых видеокартах, мол энергопотребление и нагрев достаточно высоки, а производительность недалеко ушла вперед. Но в сети все чаще всплывают доказательства того, что майнерам интересна новая линейка видеокарт и они отчасти могут быть причиной дефицита. Один пользователь опубликовал в твиттере фото майнинг фермы из шести видеокарт Galaxy RTX 3080, сопроводив его комментариям, вот и причина почему боты везде. По мнению же пользователей автоматические боты майнеров скупают все новые видеокарты, поскольку новые модели не так плохи, как могут оказаться на первый взгляд. При грамотном андервольтинге и правильной настройке майнинг ферма на базе RTX 3080 может показывать неплохие результаты доходности. Тем временем Intel начал снижать цены на процессоры поколения Coffee Lake Refresh. С учетом жесткой конкуренции со стороны чипов AMD на Zen 2, а также доступности в продаже собственных свежих процессоров Core 10-го поколения, цены на старшие Core i9-9900K и Core i7-9700K стали ползти вниз, по крайней мере на западном рынке. Сейчас цена на Core i9-9900K составляет всего 360 долларов, но даже при стоимости 360 баксов модель Core i9-9900K пока не выглядит отличной покупкой, поскольку цена на более производительный как в рабочих, так и в игровых приложениях Core i7-10700K всего на 20 долларов выше. Скорее всего в ближайшее время снижение цен продолжится, а уже после выхода Zen 3 может пойти вниз и 10 поколение. Но это уже будет зависеть от цен на Ryzen 5000, а AMD во главе с Lise Su продолжает добиваться одной победы за другой на рынке центральных процессоров благодаря развитию архитектуры Zen. Очередным важным рубежом стало то, что в ежемесячных опросах среди пользователей Steam доля процессоров компании составляет уже более 25%, причем эта цифра растет каждый месяц примерно на 1%. А если утечки производительности Zen 3 окажутся правдой, то она вполне может продолжить расти. К примеру, на днях произошла еще одна утечка уже про Ryzen 9 5900X в бенчмарке CPU-Z. Если верить представленному скриншоту, Ryzen 9 5900X в однопоточном тесте набирает 652,8 очка, а при использовании всех 24 потоков – 9481,8 балла. Это на 20% больше, чем выдавал Ryzen 9 3900X. А ребята из Guru 3D сделали таблицу, где наглядно можно сравнить превосходство нового флагмана AMD. Как видите, в производительности на ядро нас кажется ждет новый лидер. И я конечно непредвзято отношусь к AMD, но Intel вполне может уступить в производительности, а насколько удачным получится у них десктопные Rocket Lake пока неизвестно. По первым слухам там будет всего 8 ядер и возможно на своем старте новая архитектура не будет сильно лучше старой. Ну а пока ждем презентацию в четверг и выхода новых Ryzen'ов, чтобы можно было подтвердить все эти тесты. Ну а с лагеря Apple прилетел очень интересный патент. По сообщениям сетевых источников, будущий складной iPhone может быть оснащен гибким дисплеем со способностью самостоятельно восстанавливать потертости и небольшие царапины, которые неизбежно появляются в процессе эксплуатации. Это подтверждает патент Apple, в котором описывается гибкий дисплей с функцией самовосстановления. Apple работает на складными iPhone уже последние несколько лет и за это время разработчики изучили разные варианты реализации задуманного, в том числе с использованием сворачивающегося в трубочку дисплея. Одна из главных проблем с которой столкнулись разработчики заключается в том, что гибкий экран должен иметь особую защиту от повреждений при складывании или скатывании в трубку. Каким образом будет работать технология защиты экрана пока сказать трудно, поскольку патент предусматривает разные варианты ее реализации. Apple предполагает, что дисплей может занимать всю фронтальную поверхность смартфона, но состоять он будет из трех частей. Предполагается размещение гибкой части дисплея в середине, тогда как по краям будут задействованы обычные панели. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.